Павел Николаевич, добрый день! Рада приветствовать вас в Алтайском крае, плодородном, хлебосольном, гостеприимном, а самое главное, готовым побеждать. Как вы считаете, победа будет за нами? Я уверен в этом, потому что у нас другой альтернативы нет. Андреич как-то сказал, что это может быть последний шанс легитимным путем, путем выборов, спасти страну. Другого шанса просто может не быть, поэтому у нас нет другого варианта, как победить. Павел Николаевич, вас жители Алтайского края ждали именно как кандидата в депутаты по 42-му Славгородскому избирательному округу, по которому сейчас избираюсь я. Ваш покорный слуга, но потом все очень обрадовались, когда увидели вас в федеральных списках под почетным номером 3. Радость была недолгой. Радость была недолгой, совершенно верно, потом последовало отстранение, но я вас не буду спрашивать о подробностях этого отстранения, потому что вы уже давали очень много интервью. Самое главное сейчас, осталось ли у вас желание дальше бороться, поменялись ли ваши политические интересы? Какой-то странный вопрос. Дело в том, что если я здесь, если я пытаюсь участвовать в предварительной кампании и не участвую, поддерживаю вас, где-то остались не только желания. У меня убежденность, что мы победим в любом случае. Потому что потеря одного бойца, это не значит, что вся армия проиграла. А у нас больше 500 кандидатов, в том числе и вы, Мария Прусакова. И очень много таких людей, которые действительно в Думе принесут пользу. Причем они не просто честные, патриотичные люди, они еще и имеют идеологию, которая на самом деле ни одной партии, кроме нашей нет. И принципы социализма, нового социализма, который вы представляете, они востребованы людьми. Людям хочется справедливости, людям хочется, чтобы Россия была сильной, чтобы самая богатая страна в мире имела богатых граждан, а не беднеющее постоянное население. Поэтому я уверен, что наша вот эта программа, 10 шагов достойной жизни, наши лидеры, несмотря на то, что некоторых от нас не допустили до выборов, Николай Николаевич Платошкин, меня, Сергея Удальцова, много можно перечислить к региону, людей, которые, к сожалению, властью были отстранены. Но все равно мы победили, потому что мы на правильном пути. Наше дело право и победа вызвана. Завтра как раз состоится суд над Николаем Николаевичем. Как вы вообще относитесь к тому делу, которое было сфабриковано вокруг него? Белыми никами. Ну, слушайте, мы все, когда мы с ним одинаково не пришли, офшор Айбу, экстремизм, ну, некоторым журналистам подкидывают наркотики, мы же прекрасно понимаем, что никакого честного суда у нас, к сожалению, и дело, которое было высосано из пальца, привело к уголовному преследованию и к обвинительному приговору. Но, честно, о чем нам удивляться? Если бы суд был отделенным государством, если бы судебная система была такой, которую мы хотим ее видеть, ну, и как не только мы, граждане хотят видеть, независимой, справедливой, то, может быть, все было бы по-другому. У нас вот эта вся система, когда судебная власть причинена исполнительной власти, когда суды принимают неправедные решения, несправедливые. Ну, вот одним из пунктов нашей программы, как раз, является выбор судей, как это было в Советском Союзе, как вы считаете? Все, без исключения жителей, уже хотят независимого беспрестантного суда, это можно добиться только изменением судебной системы. А это, да, это программа и восемнадцатого года, когда я шел кандидатом президента, и сейчас программа предусматривает выборность судей, подотчетность их народу, а не кому-то вверху. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы дальше развивалась страна, нужно выполнить основные принципы конституции. Разделение властей, независимый суд, справедливость, то, чтобы недра действительно принадлежали народу. Ну, в общем, все, что в нашей программе есть, все востребовано людьми, которые пойдут на выбор. Ну, вот вы как раз упомянули лидера Алтайского КПРФ, Марию Крусаковой и других кандидатов. Как вы оцениваете вообще потенциал Алтайский Краевой Комитет? Да, ну, слушайте, как Коммуническая партия Российской Федерации, так и ее комитеты, а я только уже в последние две недели подпугал в четырех регионах. Да, в каких регионах вы подпугали? Пермь, Томск, Красноярск, ну, там заезжали еще в Хакассию. И везде первичные партийные организации, они представлены очень интересными людьми, ну, скажем так, инициативными, молодыми людьми, которые действительно хотят изменить страну в лучшую сторону. И знают, как это сделать, потому что они, с одной стороны, имеют опыт уже борьбы, с другой стороны, они являются проводниками нашей идеологии, и у них есть очень большой теоретический запас. Поэтому такой сплав получился между опытом и молодостью, вот, где в Томске я видел такие плакаты «Молодые и смелые». И вот действительно очень много молодежи, знаете, что средний возраст, потому что пара выткнула, кандидатов в 48 лет. Это значит, есть и опытные люди, которые уже прошли долгий путь борьбы, и одновременно молодежь. Очень хорошая, инициативная. Поэтому Мария Прусакова одна из тех, которые вроде как молодые, но уже, я вот видел ее выступление на краевом собрании, то есть на собрании депутатов, знаете, ну, абсолютно правильно говорили. Я бы точно так же, наверное, единороссам отвечал, что если вы говорите, что вы добили что-то в сельском хозяйстве, ну, покажите, какая зарплата, ну, что вы сделали конкретно. Ну, вот, кстати, о сельском хозяйстве. Николай Николаевич, один из первых, сказал, что видит вас в качестве кандидатуры на министра сельского хозяйства, потому что у вас очень богатый опыт именно в сельском хозяйстве. Какие бы вы первые шаги сделали, если бы вы стали министром? Я сразу вам скажу, что министр один в поле не бой. И поэтому надо изменить социально-экономическую политику страны. И у нас в программе было записано, что не меньше 10% бюджета страны должны направиться на сельские территории и сельское хозяйство, как это было, кстати, в Советском Союзе. И поэтому надо сначала министра финансов применять и вообще представить правительство. И мы же говорили о правительстве народного доверия. А вот когда придет команда, которая как единое целое работает на развитие страны, тогда можно будет говорить о том, что и министр сельского хозяйства, что мы, конечно, специалисты, я абсолютно с Николай Николаевичем согласен, нельзя, чтобы отраслью командовал человек, который вообще даже, не то, что вуза не окончил, никогда не работал в этой отрасли, и вдруг начинает командовать огромным хозяйством. Поэтому тут много факторов, но вопрос... Ну, понятно, но первые шаги все-таки первично, что необходимо сделать? Снижение тарифов, создание государственных предприятий. Если мы говорим о министре сельского хозяйства, то в его видение не входит снижение тарифов. Это несколько другое министерство. Поэтому социально-экономический блок, который должен прийти к власти, должен начать с исполнения программы. А помните, в программе случилось изменение законодательства. Национализация отраслей, которые являются основополагающими, значит, это приведет к снижению тарифов, снижению цен на солярку, минеральное удобрение. Это обязательно даст возможность дышать сельскому хозяйству, потому что главная задача правительства – это обеспечение доходности сельского хозяйства. А если доходность сельского хозяйства будет, тогда в регионах заживут люди, они перестанут хотеть уехать, особенно молодежь, в крупные города. Да, появятся деньги, инвестиции, тогда можно будет развивать производство натуральных продуктов. Но тут же много факторов. Надо поменять закон о торговле. Необходимо сразу дать возможность молодежи закрепиться на территории. Значит, нужны большие средства для того, чтобы опять возобновить образование в сельской местности, здравоохранение вернуть на хотя бы докризисный уровень Советского Союза. Тут много факторов сразу. И дорогу осилить идущие. Конечно, начинать нужно с изменения законов. Потом с формированием правительства народного доверия. Потом с повышением доходов граждан. Потому что не может нищий народ купить натуральные продукты. Поэтому необходимо давать дотации. Надо одновременно повышать доходы населения. А как только мы это сделаем, сразу востребованы будут продукты, которые мы производим. Поэтому все это понятно, что это целая программа. Я вам ее пересказывать не буду. Вы знаете, ее не хуже меня. Но начинать нужно с победы на выборах. Ну вот вы сказали, что как раз были в Хакасии, в Перми, в других регионах. Как вообще настроение у народа? Николай Николаевич говорит, что победа, например, она в умах людей уже есть. Мы ее зафиксировали. Осталось только зафиксировать ее на избирательном участнике. Вы даже не понимаете, что власть тоже не дремит. Вот это сушит явку, делает так, чтобы поснимать кандидатов. Одновременно внушает населению, что вы не ходите на выборы. Мы сами это все решим за вас. Что вы придете, не придете, все равно результат будет один. Вот это мы пытаемся побороть. Поэтому мы уже прекрасно понимаем, что если больше 60-70% граждан, все-таки нас услышат и придут на выборы, то мы победим однозначно. Никто не сомневается в этом. Наша главная задача – привести людей на выборы и объяснить, в большом счету, разницу между капитализмом, который сейчас происходит, таким криптократическим капитализмом, и социализмом, который мы с вами представляем. Дума 7-го созыва, к сожалению, приняла очень много антинародных реформ. Как вы считаете, какие реформы являются самыми пагублыми для нашего общества? Вы знаете, там не только Дума 7-го созыва, но вообще в протяжении 20 лет все время проводились реформы. И мы с вами можем констатировать сейчас факт, что ни реформа здравоохранения, ни реформа образования, ни реформа судебной системы, ни реформа правоохранительных органов, да вообще ни одна реформа не достигла желаемого результата. Если они ставили перед собой задачу улучшить жизнь, то им это удалось. Но всегда же говорилось о том, что мы хотим в результате реформы сделать жизнь лучше, справедливее, а в результате получилось с точностью, да наоборот. Реформа судебной системы привела к отсутствию вообще судебной системы. Там у нас обвинительный уклон 99,9%. Эта реформа правоохранительных органов привела к тому, что в полицию страшно обращаться, потому что там здоровье быстрее потерять, чем бандиты. Реформа здравоохранения привела к отсутствию здравоохранения, в принципе. И у нас каждый пострадал от этой реформы. Так называемая реформа административных органов привела к тому, что количество нормативных актов увеличилось. Практически жить уже невозможно, потому что это обязательно что-то нарушено. Бизнес страдает, и это видят все. И поэтому все реформы требуют отмены вообще на самом деле. А вы знаете, как все новое, это хорошо забытое старое. А у нас же есть принцип Советского Союза. Ну, когда-то же пенсия выплачивалась из бюджета, и никто не страдал. Теперь какой-то пенсионный фонд, и в результате денег не найдешь. Реформа медицины, я имею в виду... Страховая медицина также является прокладкой. Эти вот все, так называемые, посредники, которые только деньги... Они ничего не производят, они только занимаются сбором денег. И, как вы знаете, при передаче денег у нас все время теряется что-то. И поэтому здравоохранение должно быть бюджетным. Абсолютно ясно, что главная задача государства – это лечить, учить и защищать. И мы же по любому поводу можем с вами констатировать факт, что ухудшение жизни простого человека произошло по всем направлениям. Нет ни одного... Знаете, как очень интересно сейчас слушать таких представителей правящей памяти. Они же не могут сказать, что стало лучше. И даже вот это вот... Они говорят, что вот мы сейчас навели порядок в войсках. Слушайте, когда нет войны, но 7 военных самолетов и вертолетов за месяц упало, это же тоже показать, до чего дошла армия. То есть нет военных действий, боевых действий, а у нас погибают летчики. Причем два героя Советского... Героя России погибло, а всего 9 летчиков погибло. Это за месяц стоит. Поэтому мы с вами находимся в таком положении, что если мы в ближайшее время не поменяем, не свершим левый поворот, как я-то часто говорил, мы обвалимся просто в стране, в которой в ближайшее время ждет общество Советского Союза. Вот. Понимая это, и наши лидеры, и Андрей Зюганов, Николая, Платошкин, и многие другие, и говорят, слушайте, ну давайте срочно на руку. Потому что дальше будет только фу. Это и произошел левый поворот, о котором там долго и говорили. Если он произошел бы, то мы бы с вами... Я думаю, что 20-го числа должно произойти. Мы должны взять большинство в Думе и начать формировать, первое всего, изменение законодательства. Второе, это правительство народного доверия. В Думе есть такая возможность. Ну а там у нас программа, она не на полгода и не на год рассчитана. Потому что сразу, поезд не разогнать, не остановить сразу невозможно. А вот это вот движение вниз, в пропасть, оно видно неруженным глазом, но он теперь выкарабкивается. Это требует больших усилий. И у нас есть такая команда, которая может с этим справиться. В том числе и вы, например. Спасибо. Спасибо. Павел Николаевич, ну и последний вопрос, наверное, для жителей Алтайского края. Что бы вы им пожелали, особенно тем жителям, которые оппозиционно настроены, чувствуют, что все плохо, что надо что-то менять, но которые еще не решились пойти на избирательный участок? Так интересно сказали. Дело в том, что те, кто оппозиционно настроены, это 99%. Просто некоторые еще не понимают, что нужно прийти на выборы и проголосовать. Но если вы спросите, кто из них хочет отмены вот этого пенсионного ограбления, пенсионной реформы, то я думаю, 99% скажут, что мы хотим. Если сказать, что, слушайте, а кто хочет получать другие доходы, пенсии, зарплаты, бюджетников, которые связаны напрямую с национальными богатствами, которые, к сожалению, впадают не в карман, не в бюджет, а в карман каких-то олигархов, то все 99% скажут, что они этого хотят. Если вы спросите у них, а кто хочет, чтобы у молодого специалиста всегда было первое рабочее место, и беспроцентные суда, а не какая-то ипотека, все скажут, что мы хотим. Если спросить у них, кто хочет, чтобы ипотечные кредиты были отменены, и мы же обнуляем, или какое-то такое модное слово, в общем, не берем с иностранных государств, прощаем им долги. А почему мы своим гражданам не можем долги простить? И у нас в программе то, что нужно, ну скажем так, прекратить банком зарабатывать триллионы в качестве прибыли, а деньги приспределить производство и людям. Я думаю, что 100% продержит все. Поэтому оппозиционно настроенные граждане – это все 100% жители России. А обратиться я хочу с этим только. Надо реально не сидеть на диване или на кухне и критиковать, а нужно прийти на выборы и проголосовать. И как-то Владимир Челянин сказал, что есть такая партия. Да, действительно есть такая партия, есть такое движение. Есть люди, которые могут сменить жизнь к лучшему. Нужно просто прийти и отдать им свои голоса. Поэтому наше дело правое, мы победим. Приходите на выборы, голосуйте за нас. Голосуйте за нас, и победа будет обязательно за нами. Спасибо, Павел Николаевич. Спасибо. Желаю вам удачной поездки по Алтайскому краю. Да, надеюсь. И продуктивной встречи, чтобы разбудить и поднять народ на выборы. Спасибо. 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 Спасибо.